Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы расскажем вам о событиях истории древнего мира. Я Владимир Никишин. Тема выпуска «Загор Кателина». Итак, речь пойдет о событиях 1963 года до н.э. Главные действующие лица – римский консул, оратор, политик, адвокат Марк Тулли Цицерон и циник, убийца, беспринципный человек, заговорщик Луций Сергий Кателина. Противостояние этих двух людей и стали основной конвой событий 1963 года до н.э. События развивались следующим образом. Луций Сергий Кателина, который потратил свое состояние, промотал огромные деньги, рассчитывал, придя к власти, поправить свои финансовые дела. Кроме того, он отличался редким властолюбием. Сначала он выдвинул свою кандидатуру на консульских выборах 1964 года до н.э. Вокруг Кателина к тому времени сплотился самый разношерстный люд, можно сказать, сброд. Это были и разорившиеся ветераны диктатора Суллы, и золотая римская молодежь, и промотавшиеся римские аристократы. Их общей целью была политическая дестабилизация, приход к власти с последующим политическим террором, в ходе которого можно было обогатиться. Эти люди стремились дестабилизировать политическую ситуацию в Риме. Но Кателина поначалу рассчитывал действовать законным путем, он выдвинул свою кандидатуру в консулы. Однако римские имущие классы весьма обеспокоены были такой перспективой, и решено было в пику Кателине выдвинуть другую кандидатуру, кандидатуру Марка Тулия Цицерона, человека благонамеренного, который отстаивал принцип конкорде орденом, то есть согласия сословий. И в результате голосования на выборах победили Гай Антони Гибрида, бывший Суланец и Марк Тулий Цицерон, который и сыграл ключевую роль в событиях 1963 года до н.э. Когда Кателина понял, что проиграл выборы, он решил действовать силой. Его благословение, один из его ближайших соратников и друзей Гай Манли, начал собирать в Этрурии войска, и в конечном счете под его знамена стеклось более трех тысяч человек. Тем временем в Риме назревали решающие события. Сенат, однако, располагая полной информацией о заговоре Кателина, странным образом не предпринимал решающих событий. Известно, что Кателина вознамерился даже устранить самого Цицерона. Мы знаем, что утром 7 ноября 1963 года до н.э. в доме Цицерона был пойман наемный убийца. На следующий день, 8 ноября, в храме Юпитера Статера собралось историческое заседание Сената. На этом заседании с первой речью против Кателина, а всего этих речей было 4, выступает Марк Тулий Цицерон. Именно тогда он произнес свое знаменитое квоско, «Тандема Бутера Кателина, пациенция Ностра». «Доколе, наконец, у Кателина ты будешь испытывать наше терпение». Именно тогда, только немного позже, прозвучало не менее знаменитое «О темпоро море», «О времена, о нраве». Цицерон требовал от Сената, чтобы Кателина был объявлен врагом, хвостис. Однако сенаторы Рабели Кателине позволили безнаказанно покинуть заседание Сената. Уходя, разгневанный заговорщик посулил превратить Рим в руины. Тем же вечером он уехал в Атрурию, где его уже дожидался Гай Манли. Затем Сенат принимает постановление, и против мятежников двигается армия во главе со вторым консулом Гаем Антонием Гибридой. Однако затем власти бездействуют. Развязка наступила только в начале декабря. Один из руководителей городской группы заговорщиков, публик Арнели Лентул Сура, отчим будущего триумвира Марка Антония, совершил безрассудный поступок. Он попытался склонить к заговору послов гальского племени Алобрагов и вручил им, неосмотрительно вручил компрометирующие его Кателину, а также других заговорщиков письма. Послы сочли за благо обо всем уведомить Цицерона и передали ему этот компромат. Цицерон распорядился арестовать заговорщиков. 3 декабря они были взяты под домашний арест. Состоялось еще одно заседание Сената. Перепуганные сенаторы практически единогласно против выступил только Юлий Цезарь. Они присудили арестованных четырех заговорщиков к смертной казни. 5 декабря 1963 года до н.э. заговорщики были казнены в Амертинской тюрьме у подножия Капитолия. Цицерон, обратившись к народу, произнес свое знаменитое Виксерун. Они умерли. Торжествующий народ объявил Цицерона спасителем Римской Республики. На этом закончились события заговора Кателина. Впрочем, было еще одно продолжение. Кателина со своим войском попытался покинуть Италию, двинулся на север. Однако консульская армия его настигла. В январе 1962 года до н.э. произошла битва при Пистории. В этом сражении Кателина героически сражался Пал. Его войско было рассеяно. И вот тогда и была поставлена последняя точка в тех событиях, которые мы знаем, как заговор Кателины. Продолжение следует... Продолжение следует...